Всех приветствую на канале Отвертка, канал Домашнего Мастера. В сегодняшнем видео велотренажер на нашем канале Hope Sport. Производство немецкое, но скорее всего где-то Юго-Восточная Азия, но для нас это меньше всего значит, если честно. Итак, по многочисленным просьбам наших всех зрителей, а также модератора канала Константина Князева, мы сегодня будем рассматривать правильную и вот такую вот интересную железяку. После того, как наш канал немножко изменил свой стиль работы, мы стали более свободными, мы стали работать только на Ютюбе, и было замечено, что вот сидя на таких вот прекрасных креслах, переделанных, вот здесь вот можно мышку располагать по высоте и все остальное, спиночку можно регулировать и так далее. Да, это хорошо, да, это правильно. Лучше сидеть на правильном кресле, чем на какой-то табуретке, на которой, грубо говоря, спина будет отваливаться буквально через пару часов работы. И мы заметили, что наш организм, соответственно, ноги, соответственно, спина, соответственно, шея, голова, руки и все остальное, если сидеть целый день на рабочем месте за компьютером, затекают, устают и так далее. Это очень тяжко. Вот. И был поставлен вопрос нашим каналам, что же приобрести для того, чтобы поддерживать свой организм, свое тело в правильном физическом состоянии. Было определено два приоритета – беговая дорожка или велотренажер. Беговая дорожка минусы. Это какие? Во-первых, много места занимает по-любому. Хорошая она будет очень дорогая, в три раза дороже, чем мы думаем и так далее. Третья. Соседка будет слышать вот это бум-бум-бум. Она будет подозревать совершенно о другом. Тоже очень важный показатель. Учитывая то, что надо еще хорошие, правильные кроссовки для беговой дорожки, не побегайте вы просто голыми ногами. Мы от беговой дорожки отказались. Есть сяомовские интересные дорожки, маленькие, складные, но они не выдерживают никакой нагрузки правильной и так далее. У нашего зрителя ДМСА была типа того беговая дорожка. Она не выдержала нагрузки нормального мужского тела. Мы после этого беговую дорожку вычеркнули. И начали обращать внимание вот на такие штуковинки. Велотренажер. Велотренажер – это что? Это у нас стройная фигура. Всегда, всегда, везде, при любой погоде и так далее. Посмотрите за свое окно и увидите. Там на велосипеде сейчас не покатаешься. В домашних условиях гораздо это все дело лучше. Ну что у нас? Велотренажеры – они эффективно справляются с лишними килограммами. Да. Помогают поддерживать мышцы в тонусе. Не только низ нашего тела, но и вверх. То же самое. Можно. Их можно установить даже вот дома. Буквально сколько? Полтора на метр где-то занимает площадь. Это первое. Никаких шумов она не издает. Когда мы крутим педали, я вам все сегодня покажу. Никаких шумов нет. Ни одна соседка даже не заподозрит, что у вас что-то стоит такое правильное. Вы знаете, используется в фитнес-центрах, в различных тренажерных залах. И дома тоже. По-любому. Что у нас можно сказать про велотренажер? В любую погоду всегда вы можете заняться поддержанием своего тела в порядке. Что позволяет данный велотренажер? Это нижняя часть тела. Это по-любому. Все говорят, вот верхняя работать не будет на этом велотренажере, только нижняя. Нижняя прекрасно работает. Органы малого таза. Для женщин, для мужчин. Для мужчин особенно правильно. Это очень правильно. Суставы. Это очень правильно. Это очень правильно. Потом что еще? Кровообращение. Периферийная кровеносная система. Это очень правильно. Особенно, когда бросили курить. Это тоже очень хорошо. Так что нижняя часть тела, все прекрасно. Спина. Да, работает. Некоторые мышцы не работают. Но можно разнообразить упражнения. И включить верхнюю часть тела, так сказать, в комплекс упражнений. Шея, голова тоже можно. Мы сегодня посмотрим. Я вам покажу примерно комплекс упражнений, какой можно делать. Для сердца, для легких. Кардио тренировки. Прекраснейшая вещь. Прекраснейшая вещь. Дыхание. Открытое окошечко. Вы видите. Не где-то там, в середине комнаты. Или в коридоре. Около окна. Окно можно приоткрыть. Свежее воздух. Смотрим. Куда-то туда вдаль. Можно слушать хорошую музыку. И крутить педали у данного аппарата. Кардиостимуляция. Это очень хорошо. Это дыхание, сердце и так далее. Не выходя куда-то там на улицу. Наши радиолюбители говорили, да что ты там ерунду взял и так далее. Купи велосипед. У велосипеда куча проблем. Это первое. Джигиты, которые ездят по нашим дорогам. Да. Во-вторых, погода. Да. Непонятно какой этаж, затаскивать его надо. Да. Где его хранить в наших двухкомнатных квартирах не получится. И так далее. И тому подобное. Да, хорошая вещь. Да, можно покататься, но в определенное время. Вот на этом аппарате можно покататься очень и очень хорошо. Итак. Основные требования к аппарату. Велотренажер. Велотренажеры бывают разного качества, стиля. И так далее. Если мужик у нас имеется в хате, соответственно, надо мощный аппарат брать. С хорошей, правильной, стальной, железной, станиной. Соответственно, регуляция, регулирование должно быть по-любому. Вот смотрите. Видно? Видно. Ага, меня не видно. Вот смотрите. Я вам сейчас покажу. Самое главное это регулировка по высоте сидения. Можно регулировать от пацанвы какой-то и до высокого, правильного мужика. Вот здесь вот у нас есть крепление. Все закручивается, все культурно, все хорошо. Следующее, на что еще обращаю ваше внимание, это вес и размер, ну, скорее всего, вес маховика. Маховик, который располагается вот в этом кожухе, под этим кожухом. Мы отдельно еще будем видео смотреть, мы будем разбирать этот аппарат. Я вам буду показывать обслуживание и так далее. Это будет отдельно. Маховик. Маховик – это очень важная вещь, потому что, когда мы крутим педали, этот маховик создает определенный гистерезис, то есть плавность движения. Если здесь маховик имеет вес 4 килограмма или 5, это немного, это совершенно мало. Для нормального велотренажера должно быть 10-15 килограмм, как вот в моем варианте, 15 килограмм маховик. Для того, чтобы наши движения казались плавными, органичными, как будто бы мы на велосипеде едем под горочку немножечко, то есть в горку, и вот чувствуется все это дело. Потом, какие еще требования должны быть? Требования должны быть следующие. Давайте я пересяду. Вверху мы смотрим. Это у нас правильная нагрузка, электронная нагрузка. Здесь у нас нагрузка регулируется. Различные типы, различные варианты, кардио, спортивные режимы и так далее. Здесь около 12 режимов есть, позволяющие четко и под себя регулировать нагрузку. То есть, как будто мы в горочку едем, как будто мы очень в горочку едем. Все это дело в автоматическом режиме регулируется. Данный аппарат подключается к сети 220. Небольшой блок питания здесь применяется. Сейчас, секундочку, я вам покажу. Небольшой блок питания, вот такой вот маленький, буквально 12 вольт на 1 ампер. Вот. Он управляет как раз блоком управления, блоком управления и индикации. И создает нагрузку на маховике. Там стоит магнит, постоянный магнит, и он ближе или дальше от маховика. Соответственно, он ближе, это больше нагрузка, дальше это меньше нагрузка. Очень удобно и правильно. Регулировка есть, правильный маховик есть. Весом 15 килограмм. В моем случае это само то. Изготовление, соответственно, стальная рама, чтобы выдержала нормальный мужской вес. Соответственно, имеется регулировка по сидушке. По сидушке. Больше, меньше, все это дело закрепляется, регулируется и так далее. Тоже очень удобная вещь. Что еще можно сказать? Станина. Станина. Давайте перейдем, в принципе. Ну, в принципе, станина должна быть мощная, правильная, с регулируемыми ножками, чтобы соседка не слышала, когда вы находитесь на этом агрегате. Вот. Скажу следующее. Почему я его не показывал вам сразу? Я так и подумал, нет, надо его все-таки опробовать, полениться, использовать его как подставку для полотенца. Это бывает, это у нас бывает. Только купили, да, мы залезали на этот аппарат. Прошло месяц где-то или два, все, мы уже начали лениться, нам уже как-то времени нет и так далее и тому подобное. Хотя врачи сказали, говорит, вы смотрите за своим здоровьем, почаще сюда залезайте, хотя бы один раз в день делайте небольшую прогулочку, такой километр 3-4. Это будет правильно. Итак, давайте перейдем немножко на другую камеру, и я вам покажу основное, основные, так сказать, части данного аппарата. Более ближе и более с другой камеры. Продолжаем. Ручка, ручка для переноски. Мы ее на себя можем потянуть. С той стороны у нас имеются колесики, и, соответственно, этот прибор, этот тренажер можно в одно лицо перетаскивать. Соответственно, имеются регуляторы под наши кривые полы. Смотрите, сделана уверенно сварка, как положено. Здесь у нас находится диск большой, 15-килограммовый, который создает определенную нагрузку, гистерезис, вот, и так далее. Вот я кручу, никакого шума не слышно. Регулировка по высоте сидушки. Сидушка регулируется у нас, вы видели, вперед-назад. Крепление у нас имеется. Соответственно, здесь у нас крепление имеется под разный рост и, как вы хотите, по высоте. Для самых длинноногих. И можно хотя бы для детей тоже элементарно все это дело делается. Рама правильная, железная. Передняя рама у нас не регулируется. За счет формы вот этого руля можно хват делать и ниже, и выше, еще выше и так далее. Контакты для сердечной деятельности. У нас вот здесь будет показываться пульс. Надо браться рукой одной сюда, рукой сюда, и у вас пульс будет показываться. Давайте вместе с вами залезем на этот агрегат. И я вам покажу примерно, что... Вот, смотрите, крепление на ноги. Есть, есть. Крутим. Тишина полная. Это очень хорошо. Режимов 12 штук. Предустановленные, вот они есть. Управление, панель. Вверх-вниз, моды, старты, резеты, рекавери и так далее. Здесь у нас ничего нет. Это отдельная опция под динамики. У нас ничего не стоит. Сверху находится крышечка. Под крышечкой находится USB разъем. Можно сюда подключать различные USB приборы. Не испытывал, не пробовал, если честно. Так, контакты. Хваты хорошие. Обрезиненные вот эти ручки удобные, без проблем. Итак, по экрану. Жидкокристаллический экран показывает время проведения тренировок. Пульс. Ну, в данный момент у меня руки не лежат на контактах. Сейчас пульс не показывается. Здесь показывается скорость километров в час. И количество вот RPM. Это количество оборотов в минуту. Педалей. Ватты. Ну, ватты показываются. Это ватты. Вот, когда я начинаю крутить. Вот, смотрите. Через некоторое время начинает показывать. Да. 20 километров в час. 47 ватт. Сколько калорий истратил? 20. И пройденная дистанция. Пройденная дистанция полкилометра где-то. Да? Да. График. Вот этот график показывает именно, какая нагрузка сейчас идет на педали. Сейчас небольшая. Можно свободно крутить и так далее. Все это дело автоматически идет. И мы вот чувствуем, как будто мы едем в горку. В данный момент пока что еще все нормально. В горку мы не едем. Вот. Предустановленные есть варианты. Можно менять клавишами. Вверх-вниз моды и так далее. Очень удобная вещь. В некоторых аппаратах, в дешевых, в маленьких, в паршивеньких, там ручка просто специальная есть, где-то внизу. Так вот ее подкручивают, чтобы просто увеличить нагрузку на вращающийся диск. Здесь у нас все идет с помощью электроники. Вот такая штука. Ну, в принципе, все. Мы проехали уже примерно, примерно почти что 800 метров. Сейчас будет уже 900. Тоже неплохо. 33 калории съели. Примерно на ногах у меня около 100 ватт было. Это я сейчас просто не кручу. Вот. И сколько там? 48 оборотов в минуту педалей. Время около 7 минут. Вот такая штуковинка. Идем дальше по нашему ролику. Итак, дорогие наши зрители, я вам сейчас покажу, что на этом агрегате все-таки можно делать упражнения не только на нижнюю часть тела. Итак, ладно, мы крутим, все хорошо. Педальки крутятся, нагрузка идет у нас, все заргут. Шею берем просто так и вот начинаем крутить педали и шеи. Держимся, чтобы не свалиться. И вот крутим наш головой. Вверх, вниз, право, лево там и так далее. Все должно быть биологически интересно, правильно и так далее. Покрутили. Потом берем вот так вот. И синхронность с руками. Очень удобно. Плечевой пояс. Можно делать вот так вот. Вспоминаем. Оп, хорошие такие размашечные движения. Можно делать вот так вот. Плечевой. Можно делать вот так вот, как хотите. Делаем, делаем. Удобно, удобно. Крутим, крутим. Потом. Спину. Можно вот так вот как-то выкручиваться. Можно тазом немножко вот здесь вот раздвигать. То есть движение делать, чтобы поясница разрабатывалась. Это мы вот на этих креслах сидим непонятно. Вот. Потом можно вот таким макаром. С усилием отталкиваться от руля. А руль тут. Не руль, а вот эта стойка. Железная. Правильно, хорошая. Вот такое дело. Потом можно делать нагрузку на сердце и на большие обороты. И поехали. Крутим, крутим. Моща прет. Дыхалка работает. И так далее. Шума? Никакого. Соседка даже не подозревает, что у нас есть такой интересный агрегат. Соответственно, дыхание. Сердцебиение. И все остальное. Зер гуд. После того, как вы проехали минимум 3 км. У себя дома приоткрытое окно. А не где-то по снегу, по грязи. Можно остановить. Нажимаем на кнопочку рекавери. И в течение минуты отдыхаем. И у нас показывается в конце уже качество тренировки в баллах. Показывает, сколько вы калорий съели. Сколько вы проехали. Вот. Какую дистанцию вы прошли. И опошли. А вот сигнал. И на высвечивается цифра такая. На четверку, на пятерку проехали вы. На шестерку и так далее. В инструкции есть руководство, как именно все это дело делается. Полезная вещь. Да, полезная. Во-первых, ноги. Ноги затекают, бывает. Целыми днями сидишь за компьютером и так далее. А здесь, ляля. Сидушку можно ниже делать. Можно делать так вот. Вот видите, нога у меня почти что прямая. Это нижнее положение педали. Вот. Можно опустить. Немножко так по-детски будете. Другая часть, так сказать, будет разминаться. И так далее. Начиная с головы, плечи, вот пояс, например. Вот так вот можно как-то делать. Разминаем. Эта часть, ну это вообще уже прекраснейшим образом работает. Сердежка легкие, то же самое. Так что вот так вот чисто довожу, что вот это вот железяка. Правильная штука. Итак, дорогие наши зрители, мы сегодня показывали тренажер. Хоуп спорт. Велотренажер, правильный тренажер и так далее. Итак, основные требования. Если вы почувствовали, что ваша работа сопряжена именно с хорошим, правильным креслом, целыми днями надо сидеть, это очень плохо. Надо себя держать в тонусе. То есть, мы должны приобрести для дома именно велотренажер, а не какую-либо бегущую дорожку и так далее. Во-первых, бесшумный аппарат. Правильный аппарат действует на верхнюю часть тела, на нижнюю и так далее. И тому подобное. Особенно для мужиков. Нижний таз, органы нижнего таза – это правильная вещь. Вот. Какой аппарат брать? Соответственно, не с тоненькими трубами. Соответственно, ребятки. 150 килограмм должен быть по-любому на себя брать. Железо должно быть правильно. Да, это будет дорого. Да, это будет дорого, но ваше здоровье никак не оценишь, никак не оценишь, если вы будете считать все это дело. То есть, берем правильный мощный аппарат. Твердо стоящий на земле. Не противовес, а маховик. 15 килограмм – это самый оптимальный вариант. Есть больше? Пожалуйста, больше берите. Вот в моем случае пятнарик – это само то. Но не 4, но не 5, не 6 увеличенные там типа того и что-то еще. По возможности лучше все-таки брать, чтобы была автоматизация. С помощью электричества все это дело, графики, показатели. Это будет интереснее, это будет стимулирующе и так далее. Я знаю, сколько я пробежал, проехал, то есть, знаю, какого у меня сердцебиения, знаю оценку качества проведенной зарядочки или поездки. Это правильная вещь. Меже того, чтобы, например, у дешевых, вот здесь вот ручка одна стоит такая, ее крутят и просто увеличивают нагрузку на маховик. Вот и все. Так что надо брать более-менее серьезный аппарат. У нас у соседки есть, да, тоненькие трубки, сидушечка никак не регулируется и сразу на педалях вот этот маховичок стоит и вот эта вот ручка, которая просто механически там по маховику создает, так сказать, нагрузку. Вот и все. Ничего там такого нет. Нету динамики, нету понимания и так далее. Да, может быть. Я спрашивал, говорю, ну как ты там? Каждый день? Да, говорит, нет уже. Подставка под полотенце. Вот разве что такое может быть. Так что такое дело? Вот если когда получше аппарат, подороже, да, подороже, вот, но он гораздо лучше. Я-то, конечно, первый раз смотрел тоже на более дешевый аппарат, но мне сделали замечание, говорит, ерундой не занимайся. Немножко, говорит, походи без штанов и без пива, но купишь себе правильный велотренажер. Малошумный, правильный, полезный, очень, ребятки, полезный. Сегодня 130, 3 километра отмотал по этой вот шикарнейшей погоде. У нас машины здесь под домом стоят, буксуют. Прекрасно, отмотал где-то 3,5 километра. Чувствую себя здраво, интересно, правильно. И с большим удовольствием мы работаем на нашем канале А-отвертка. На этом сегодня все. В следующий раз мы будем уже показывать внутренности. Но это будет совершенно другое видео. На сегодня всем спасибо и будьте здоровы!